Красноярский клуб утверждает, что его тренирует Виктор Тринёв. Но какого чёрта вы нас обманываете? Это же Джейк Джилленхол! 25-й тур Енисей принимает Скахабаровск. Оле, 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 о Енисей. Енисей, оле, 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 о Енисей. Друзья, 25-й тур. Это будет феерично, я уверен. Вы же помните прошлый матч с Скахабаровск у них в гостях? Нет? А я вам напомню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но будем надеяться, что в этом году тренера Скахабаровск устроит судейство. Да никаких комментариев здесь даже быть не может. Я не знаю, для чего это все творится. Команда летела с Хабаровска, прилетает. Сейчас будем разбираться, и все будем моменты эти писать. Пусть разбирается уже судейский корпус. Мне уже тяжело здесь воспринимать это все. Спасибо. Светлана, часто ходите на Енисеюшку? Часто. На домашний, практически на все. Сегодня играем с кем? С Скахабаровск. А первый матч, который мы с ними играли в этом сезоне, как закончился? Был очень жесткий. Да. 4-3. Да-да-да, сначала мы вели, по-моему, 3-0, а потом 4-3 проиграли. Сегодня мы будем так неистово болеть, чтобы... Хабаровск, может, они вообще не выйдут, если мы покричим как следует. Да-да-да, мы будем очень-очень болеть. Я сюда ехала и прям всю дорогу говорю, только попробуйте проиграть, только попробуйте. Звонили Китчину и ругали его. Почти, да. Валера, Валера, Валера играет сегодня? А, он сегодня сидит. Ну, все. Не в заявке. Он еще и не в заявке. Но все равно, Валера, дай им там в раздевалке. Спасибо, Светлан, огромная победа нам. А, с каким счетом закончим-то? 2-0 в нашу. Мне нравится. Мне нравится, друзья. 2-0 в нашу, спасибо. Ну что ж, люди начинают так собираться, собираться. И сегодня, я думаю, будет аншлаг. Так, суббота, 4 часа дня, на улице мороз. А здесь, в нашем замечательном спорткомплексе, можно так назвать нашу арену, в нашем замечательном спорткомплексе, комфортабельном, тепло и светло. Пошли дальше. СКА Хабаровск. Первый матч с ними в гостях играли, счет был 4-3. Как думаешь, что это было? Это было какое-то фиаско просто, я не знаю, что случилось, потому что мы в меньшинстве вели 3-1, там последние просто 10 минут мы потеряли победу, и потом 4-й гол залетел. Я, кстати, этот матч смотрел у друга на свадьбе, с телефона. Это надо, это то, что надо делать у друга на свадьбе. Да. 90 минут никому не помешали. Скажи, как думаешь, как сегодняшний матч сложится? Парни наши разозлились, не разозлились, что это будет? Я думаю, парни разозлились. Я думаю, что сегодня мы, наверное, выиграем, как минимум. Счет. Счет. Это угадайка наша. Ну, наверное, 3-2. Спасибо тебе огромное. А лучше было бы, блин, 4-3. Так же, чтобы было. Спасибо. Приятного аппетита, кстати. Мне нельзя разговаривать на камеру, потому что я тимлидер волонтеров. Что это значит? Понял бы я, я понял, что это значит. Почему вам нельзя разговаривать на камеру? Это такой кодекс волонтеров в субботинах. Я понял. Это что-то типа из ФСБ вы? Примерно. Примерно. Я понял, из ГРУ. Спасибо вам огромное. Мы закроем красным, о нет, черным квадратом. Черным квадратом закрой ей лицо, я тебя прошу. Потому что им нельзя, это кодекс чести. Дружок, как тебя зовут? Кира. Лида? Кира. Лида? Лида, скажи, пожалуйста, друг, кто сегодня играет? Футбол. Кто сегодня будет играть? Футболисты. Все правильно. А ты за каких футболистов будешь болеть? За Енисей или за Хабаровск? За Енисей. Молодец. И с каким счетом закончится сегодня матч? Как думаешь? Попробуй угадать. Больше. Тридцать шесть больше. Ноль. Пятьдесят пять меньше. Хорошо. Друзья мои, будем надеяться, что Лида, как Ванга, угадала сегодняшний счет. Точнее, не угадала, а предсказала. Девчонки, привет. Как зовут? Юля. Юля и? Оля. Оля. Юля, Оля. Что вы делаете на футболе? Я поддерживаю супруга. Хорошо. А супруг у нас? Миша Комков. А, Мишка. Это же мой одноклассник. Так. А я? Михаила Комкова. Михаила Комкова. Я тоже. Мы все здесь друзья Миши. А сегодня, когда Миша утром проснулся и говорит тебе, любимая, у меня вообще-то футбол сегодня, как завтрак ты ему приготовила? Или что-то еще как-то просто поддержала морально? Сегодня Миша не дома ночевала. Вот это поворот! Миша, ты офигел, что ли? Перед игрой их закрывают в Сибири. Закрывают в Сибири? Хорошо. Но ты что-то им написала? Какую-то смс-ку поддержки? Да, конечно. Мы перед игрой всегда созваниваемся. Я желаю ему удачи. Порвет от Скахабаровск. Ну, все более. Типа того. Понятно. Потому что ты воспитанная, а я нет. Миша, удачи тебе. Миша, удачи. Мы тебя любим. Любим. Спасибо. Все. Друзья мои, все. До матча остаются какие-то минуты. Мы сейчас идем наверх, потому что наша постоянная рубрика «Эксперт, эксперт, о где же ты» прямо сейчас начнется. Пойдемте, я вам покажу. Вообще матч, конечно, сегодня такой, действительно, ожидаемый. Ждем его с нетерпением. Здорово, когда происходят вот такие бух-бух-бух баталии, да, 4-3. И сегодня интересно, что будет. А вот Стас освободился для нас, друг мой. Эксперт, эксперт, о где же ты? Эксперт, эксперт, а вот и ты. Это наша рубрика. Пушкин. Нет, это Стетхам сказал. Да, и вот мы взяли. Пушкин. Расскажи о сегодняшнем матче, чего ждешь, чего это будет. Ну, конечно, жду победу. Особенно мы все, наверное, многие держим в уме матч в Хабаре. Как сложилось, он все прекрасно помнит. Поэтому нам нужно сегодня Алла Верды сделать и, ну, 4-3 и Нисей. Он тоже хотел именно такой счет. А он будет. Если двое хотят чего-то, это всегда бывает. Когда один хочет, ну, такое. Это уже насилие. Ну, да, да, согласен. А тут это уже любовь, получается. Вот, поэтому. Друзья, да, 4-3 в футбол, это любовь. Только что мы услышали мнение эксперта. А сейчас отправляемся на трибуны, потому что команды появляются на поле. Пойдем. И нам горы по колено, и нам море по колено, вот такое поколение. Мы давно вышли из тени, мы синоним изменений, и мы здесь не ради денег. Нами движет мечта, и пускай у нас нет крыльев, мы научились летать. Мы штурмуем небеса, словно уличный десант, где окажемся мы завтра. Позитивный настрой, держим порох сухим, держим ухо в астров. Знаем цену слабо, мы идем до конца, и пусть ветер в лицо. Не берем чужого, но берем свое, и пусть удача в этом нашем деле нам споет. Когда ты до темно в зале, до талого, легенды начинаются с малого. Паш, по итогам первого тайма, твой комментарий. А что так близко? Так надо, да? У нас такая технология. Ну, равная, в принципе, игра. Енисей чуть острее, Енисей чуть опаснее. Больше подходов, да, когда принято говорить у красноярцев. И, в принципе, Енисей наиграл на гол, хоть и не было явно голевых моментов, но вот удар головой Окладникова, первый из двух, и вот этот угловой, великолепная подача Миши Комкова. Это человек, который тащит локомотив Енисея в этом году. Один из тех, кто определяет рисунок игры красноярцев. И я думаю, что во втором тайме мы увидим более открытую игру. Я не знаю, как матч завершится, но хотелось бы после того судейского, опять же, беспредела, что был в Хабаровске. Я ни в коем случае не болею за Енисей, но должна быть жизненная справедливость. И Енисей сегодня по этой жизненной и футбольной справедливости должен победить. Вот все раньше думал, за что я тебя так сильно люблю. Вот за это. Спасибо тебе. Спасибо. Счастливо. Друзья мои, прямо сейчас мы ждем, пока освободится Валерка Кичин. Он там сейчас разговаривает с нашим экспертом, после чего обязательно поговорить с нами. Но вообще по итогам первого тайма, в принципе, Паша все рассказал. Пока ведем 1-0. Надеемся, что будем вести больше. И действительно, Енисей пока смотрится острее. Кроме того, Хабара успела и карточек много. Три, по-моему, да? Три желтые карточки у ребят уже. Против нашей одной. По карточкам мы уже выигрываем. Ну, как и по счету. Друзья мои, Валерий Кичин, наш защитник. Валера, приятно тебя очень видеть дома. Когда ты прилетел? Да, прилетел давно уже, 16-го числа. Уже с этого момента лечусь. Вот что в сборной случилось, когда нам… Сколько понадобится на восстановление? Три недели. Ну, получилось как неординарный момент такой. И все дернул ногу. Ну, ничего опасного, короче. Ну, как бы ничего серьезного, но и ничего легкого тоже. Валер, по сегодняшнему первому тайму, что можешь сказать? Суперогонь вообще. Смотреть приятно. Да, первые 30 минут пролетели незаметно. Согласен. Спасибо. Друзья мои, это был Валерий Кичин. Смотрим второй тайм и кайфуем сегодня… И болеем за наших ребят. Да, сегодня какая-то игра очень острая. Слушай, ты был в том матче. Вот ребята, может быть, из-за этого еще такие заведенные? Да нет, просто ребята в хорошей физической форме. И просто хотят добиться результата. И все. Друзья мои, ходите на футбол. Здесь вот так просто в коридоре можно Валеру Кичина встретить. Спасибо, Валер. Все, пока. Прямо сейчас идем на трибуны и смотрим продолжение этого великолепного, замечательного, искрометного матча. Вот, ребят, жалко, что вот не в прямом эфире с вами. Я бы вам сейчас сказал, как жаль, что вас здесь нет. Потому что первый тайм был огненный. Уверен, что второй будет такой же. Пойдем смотреть. Мы рождены, чтобы сиять. 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 Ну что ж, дорогие друзья, матч завершен. Мы одерживаем закономерную победу 3-1. Спасибо всем болельщикам, всем фанатам, всем просто зрителям. И встретимся с вами уже в следующем году, потому что все, перерыв. Спортсмены, наши футболисты, красавцы отправляются отдыхать. А уже 10 января встретятся, ну, где-нибудь, может быть, за рубежом, может быть, дома. И снова начнут тренироваться для того, чтобы радовать нас в новом сезоне. Ну, точнее, сезон-то будет старый, но это будет его окончание. Еще раз спасибо всем огромное. Это была хорошая охота. Значит, мы встречаемся с вами здесь уже в марте. Верно? В марте? В марте месяце. А потом снова переместимся на стадион. Это было здорово, друзья мои. Подписывайтесь на все наши соцсети обязательно. У нас здесь весело. И как-то современно, что ли. Друзья мои, все. До встречи. Огромное спасибо Енисею и каждому футболисту в отдельности. Ну и, конечно, вам, болельщики, фанаты и просто зрители. До встречи в марте. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok